Звучит песня Что каждый дом просвеченный закатом, величественным айсбергом Николай Иванович Покровский, выдающийся музыкант, один из самых любимых педагогов Нижегородской консерватории, хоровой и симфонический дирижер, заведующий кафедрой хорового дирижирования А студенты обожают его за открытость, искренность, доброту, юмор и высокий профессионализм Если говорить о Николай Ивановиче Покровском как о профессии, как о заведующем, я могу сказать, что это человек очень широких культурных взглядов Не только взглядов музыканта, это человек большой, высокой культуры и высокой нравственности При этом высочайший профессионал, он прекрасный педагог, прекрасный педагог Он очень переживает за каждого студента, каждого человека, каждого члена кафедры И пытается по жизни никогда ничего никому не сделать плохого Вот она, высокая нравственность У Николая Ивановича очень насыщенная жизнь В разные годы работу в консерватории он совмещал с работой главным хорместером в Нижегородском театре оперы и балеты имени Пушкина С дирижированием камерным хором Нижегородского музыкального общества Метриза и другими руководящими должностями Он неоднократно завоевывал лауреатство на всероссийских конкурсах Во всем этом ему помогла любовь к пению, которая у него с детства Дело в том, что у меня и матушка, и отец, они любили петь И дома частенько кто-то себе мурлыкал Я, видимо, тоже набрался где-то Но в самом случае я очень хорошо знал современный репертуар То, что пелось по радио, телевизора еще не было тогда Как-то вот ложилось в уши И даже дошло до того, что я когда был в Нижегородском саду Однажды пришли практикантки к нам из педучилища в детский сад И когда они, значит, услышали, что я тоже хожу все время и подпеваю Они меня как-то в тихий час утащили в комнату И говорят, ну ты давай нам пой, мы будем слова записывать Ну а потом, где-то в первом классе, пораньше, даже немножко Мне почему-то захотелось Захотелось заняться музыкой по-настоящему Родители привели маленького Колю в Горьковскую капеллу мальчиков Здесь мальчишки получили серьезное хоровое образование И капелла стала для них настоящим музыкальным домом Слушайте, это вообще представить себе невозможно Что в послевоенные годы открывается в Нижнем Новгороде консерватория Открывается капелла Как это сумели сделать? Какие люди, как они должны были понять, что вот будущему города Будущему стране, в конце концов, нужны вот такие вещи И сумели выделить не только здание, пусть небольшое, хоть какое-то Но здание капеллы И была еще дача в Зеленом городе Это пионерский лагерь, по сути дела Большая территория с корпусами, столовая, спальня Баня Дуб огромный, на котором днем вся капелла все собиралась Ну, понимаете, вот два месяца, два с лишним месяца Можно было жить в лесу на свежем воздухе Да, там, да, репетировали Еще чем-то занимались Поэтому вот тем людям, которые все это сотворили Им огромная благодарность И эта благодарность, наверное, будет распространяться дальше и дальше Потому что то, что мы получили Мы передаем наверняка тем, кто с нами сейчас общается И вот то, что я вот с такой горячейностью сейчас об этом говорю Я думаю, вас тоже как-то, да, цепляет Нам повезло Здорово, повезло В капелле преподавали лучшие педагоги Нижнего Новгорода Кумиром мальчишек был Лев Константинович Сивухин Выдающийся хормейстер, педагог, автор хоровых произведений, которые звучат по всей России И он стал кумиром для Николая Ивановича Покровского Кумир Когда мы были мальчишками Старались ему подражать на первых порах И когда капеллу заканчивали, когда в училище Не во всем надо было подражать Потому что у него были какие-то свои вещи И в дирижировании, и в понимании музыки Которые делал он И которые были убедительны в его исполнении И когда начинали что-то переделать Слава Богу, все-таки Вот наше воспитание и общение со многими музыкантами и педагогами Настроило нас, что это тоже один из вариантов А этих вариантов много И ищи ты среди них свое Поиск своего пути Николай Иванович продолжил в Горьковском музыкальном училище А потом в консерватории имени Глинки Знаете, вот это свелось как-то в один какой-то единый поток Капелла, училище и консерватория Когда мы пришли в училище А там взрослые девицы Там много всякой музыки играют И на разных инструментах Это было поначалу очень неожиданно И ну так ходили по струнке Оглядываясь, что мы такое Куда мы попали Но потом, конечно, освоились И нас пестовали Лариса Николаевна Моренова, зауч И мой педагог по дирижированию Это человек, который просто себя Всю отдавал, всю свою любовь Всю мягкость своего характера отдавал нам Она была заучим и говорит Ну, Коля, ну ты вот чего У тебя есть ли свободное время днем бывает? Я говорю, да Так ты приди ко мне У нас есть в кабинете рояль Мы с тобой позанимаемся В консерватории мы пришли уже С отличным, с красным дипломом Мы уже не просто так ходили Ну, консерватория, конечно, консерватория Но уже гораздо смелее И здесь мы тоже столкнулись с людьми Которые любили тех, кто любит музыку И кто что-то в ней может себя проявить А я бесконечно признателен, конечно, всем педагогам Всем, кто приложил руку ко мне И даже те, которые этого не делали А у которых я что-то подглядел Что-то увидел И с одной стороны, конечно, если бы Вот то, что я сейчас говорю своим студентам Если бы многое из того, что я сейчас говорю Мне тогда сказали Я бы, наверное, немножко больше Умел и больше знал Позже Николай Иванович почувствовал необходимость Еще больше углубиться в свою профессию И решил освоить симфоническое дирижирование Он поехал поступать в Ленинградскую Государственную консерваторию имени Римского-Корского И учился в классе дирижера, скрипача, народного артиста И профессора Арвида Крышевича Янценса Раз ты решил заниматься какой-то профессией То нужно влезть в нее по возможности глубже По возможности на самую большую глубину Тогда вот эта основа, она даст рост кверху Почему высотные здания имеют глубокий фундамент Значит, ничего не получится Арт Кришчянсенс, у которого я учился Его сын Марис Недавно ушедший Очень интересный музыкант, дирижер Технически настолько оснащенный И настолько преданный как-то музыке Очень-очень интересный Мне посчастливилось, когда я учился у них в классе Вот я по два раза в неделю Тогда чаще с упоением играл В качестве второго концептмессора работал Это было так полезно Потому что кроме того, что студенты сами что-то дирижируют Еще выходит профессор И показывает, как бы он это сделал Музыка должна быть кругая И дальше получается чего-то такое совсем Из другой оперы Финал, пожалуйста Все, Зор, ну-ка Две точки, два лига Сейчас очень много дирижеров Да даже коллективы известные у нас в России Возглавляют дирижеры, которые получили образование и хоровое, и симфоническое Да, когда они дирижируют симфоническую программу Там есть определенные совершенно вещи, которые требуются от симфонического дирижера И когда он выходит к хору, часть каких-то приемов, которые он использует Наверное, нет смысла использовать в симфонической музыке или в опере Там все-таки более крупные какие-то музыкальные мысли А в хоре, если это миниатюра особенно, это хочется более филигранной какой-то работы Поэтому, но принцип организации музыкального мышления Организации музыкального исполнительства Они абсолютно одинаковые На творческий почерк Николая Ивановича, как симфонического дирижера Оказала влияние хоровая школа И это невозможно не заметить Вот у него оркестр поет Он просит петь Он говорит, пойте, пойте Он начинает петь, он начинает показывать сам И поэтому у него оркестр дышит У него оркестр поет У него такой теплый бархатный звук струны Играет музыка Николай Иванович ко всем трудным жизненным ситуациям Подходит креативно и выходит из них победителем Когда в начале 2000-х годов в Нижегородскую консерваторию поступали одни девочки А мальчиков не хватало То в смешанном хоре возник явный перекос голосов Тогда из девочек первого и второго курса Николай Иванович создал женский хор И несмотря на ограниченность репертуара и более скромные выразительные возможности Женский хор с блеском исполнял произведения разных эпох Коллектив каждый сезон выступал на сценах Нижнего и других городов России Завоевывал луреатские звания на множестве фестивалях Благодаря Николаю Ивановичу женский хор до сих пор вспоминают как легенду Я вспоминаю эти годы, когда у Никола Ивановича был женский хор Когда все студенты, все девушки факультета спешили к нему на урок К нему на занятия Они и любили, и любят Николая Ивановича Потому что он сам отдает свое сердце, свою любовь, свои знания Чедро делится этими знаниями со студентами Естественно, это искреннее отношение находило отклик в сердцах студентов Он совершенно замечательный педагог по дирижированию Он, как и все мы, обладая профессиональными знаниями, базовыми знаниями В этом деле он, конечно же, имеет свой собственный почерк Свой собственный подход к обучению студентов Студенты его обожают всегда Он их очень хорошо учит И с точки зрения мануальной техники Освоения навыков мануальной техники И с точки зрения общемузыкального развития Дай снова мир Дай нам победу Злым врагом Дай нам победу Над злым врагом Набирай энергию Мы бегали к нему на уроки Мы никогда не прогуливали Мы всегда приносили что-то новое Он с удовольствием всегда соглашался на то, что Мы принесем сегодня симфонию Чайковского Завтра симфонию Шостакович Всегда он нам рассказывал об этой музыке И доступно И из, так скажем, ну Из жизни То есть он не просто подходил к этому Вот тут на 4, вот тут на 3 Или что-то такое Да, какие-то технические вопросы Он всегда подходил к каким-то жизненным ситуациям К какой-то истории музыки К образному состоянию этой музыки Ученики Николая Ивановича Покровского Работают по всей России И он помнит буквально каждого Дирижер и композитор Дмитрий Батин Прививает любовь к музыке В хоровой капелле мальчиков в Перми Сергей Шестеряков руководит хором мальчиков И юношей Соколята в Рыбинске Оксана Симкина и Людмила Шмонина Учат юных дирижеров в колледже Саранска и Пенза Профессия дирижера для Николая Ивановича Стала любимым делом Которое увлекает за собой музыкатов И слушателей в прекрасные дали Субтитры создавал DimaTorzok Хороший дирижер должен быть музыкантом По-настоящему, по большому счету Он должен быть артистом Вот то, что я сказал Который может углубиться в произведение Все там пережить, перечувствовать И передать это своим коллективам исполнителей Которые потом понесут это в публике Самое главное, конечно, это живое Живое восприятие музыки Живое восприятие слова Отклик Это перевоплощение наше общее И меня как дирижера И моих певцов Которые в данный момент со мной работают Это перевоплощение по-настоящему Актерское поведение Это прожить жизнь То произведение, которое заложено там Актерские волшебства Иgает музыка Игает музыка Актерский Игает музыка Сунда вышла, всем нас заступи, Богу служить, царицы и владычьи свечи. Коллективы под руководством Николая Ивановича с азартом и высокой филигранностью исполняют разнообразный репертуар от музыки эпохи барокко до современных произведений. А студенты спешат на каждый урок, чтобы вновь и вновь открыть для себя удивительный мир дирижирования. Я очень люблю этого человека, не скрываю это. Да, у руководителя не должны быть любимчики, а они есть. Они есть. И мне не стыдно, что у меня есть любимчики, потому что когда никого не любишь, ты перестужи в человека. Но руководитель тоже человек. Поэтому, по-крусски, вот из тех небольших категорий лиц, с которыми хочется общаться и которым хочется пожелать долгих лет и счастливых жизней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok